Что, на ваш взгляд, стоит за законом от униядствия? Безграмотность, желание выслужиться, неспособность мыслить системно и анализировать последствия прямые и косвенные, и, конечно же, очковтирательство. Потому что, опять, когда, знаете, негибкость, данный разговор о тунеядствах возник тогда, когда страна была на подъеме, это первая половина 2000-х, темпы роста белорусской экономии были под 7%, вот и Масникович со своими коллегами подумают, что вот есть группа ИПшников, предпринимателей, они такие богатые, они обогащаются, но они не платят налоги, поэтому давайте вот все для них там 200 долларов заплатить. То есть это было в середине 2000-х. Когда данное законодательство пришло к реализации, система радикально поменялась, рынок труда радикально поменялся. И вместо того, чтобы вот таргетировать вот эту группу населения, которая с деньгами безусловной, которая может заплатить, чиновники представили методику, согласно которому там полмиллиона человек туда попадают. И этот законопроект или этот порядок направлен был на унижение тех людей, которые потеряли работу, которые не могут по разным причинам найти эту работу и которые, конечно же, являются примером именно того, как люди бездарно, безмысленно, без смысла вообще даже принимают законы. И потом самое страшное, они могут адаптировать их к меняющейся среде, к результатам, которые были получены, чтобы только не допустить, не сказать там Лукашенко, чтобы Лукашенко не сказал фразу, которую должен говорить каждый руководитель, каждый человек. Я ошибся, извините. Вот эта фраза не проходит через горло ни одного белорусского чиновника, поэтому многие законопроекты, многие решения, они принимают, очевидно, они работают, потом они не отказываются, начинаются изменения, дополнения, там, корректировки, хотя на самом деле это очень-очень опасный путь, вместо того, чтобы просто сказать, мы ошиблись, извините, мы отменяем в период экономической свободы. У вас есть какие-то идеи, возможно, сценариев из того, что мы сегодня имеем, как дальше может развиваться? Конечно, у нас, я последние 20 лет занимаюсь, собственно, тем, чтобы конструировать реформы, многие законопроекты, и бюджет есть, и налоговая система инновационная, и закон о приватизации, и закон о адресной социальной поддержке, собственно, все те вещи, которые необходимы для того, чтобы запустить в стране ту самую экономическую реформу, экономическую демократию, удержать людей, улучшить качество человеческого капитала, все это есть. Наработки я в 2011 году направил антикризисный план для Лукашенко, это был год, когда, напомню, была гиперинфляция и была трехкратная почти девальвация белорусского рубля, когда население избавилось, потеряло порядка трех миллиардов долларов, а объем оборотного капитала предприятия сократился где-то на 5-6 миллиардов долларов. Вот, и тогда я посчитал необходимым представить такое системное комплексное решение в проблемах, да, Лукашенко распорядился ответить на мое предложение, но ответ был, как всегда, без моего участия, без диалога, просто чиновники разных уровней написали свои представления о том, как они видят экономику. И вот за такого рода отписку, которая там недостойна даже зачета студента первого-второго курса анархоза, вот, они оставались на своих местах, потому что, собственно, они донесли до Лукашенко мысерла. Например, Романчук предлагает черт знает что, есть хорошие вещи, но мы уже их делаем, но остальное не к месту. Поэтому главный сюжет, который чиновники пытаются Лукашенко внедрить в мозги людей, что есть вот там люди, которые там патриотичные, хорошие, как Романчук, но они либералы, то есть они такие, знаете, ну, нет мира сего, они хотят там съесть всех бедных или там закопать их в могилу, ничего не платить. То есть есть сознательная подмена понятий, вот, но опять время, я думаю, такого вот пиар пинг-понга заканчивается, потому что очередной кризис еще раз поставит там еще один крест на этой модели, а вот белорусские власти вот никак не могут признать, да, что в современном мире там на пороге четвертой промышленной революции идти с совковыми институтами, с моделью, в которой не гибко, не может реагировать ни на технологические, ни экономик турные изменения, просто себе дороже. Поэтому, когда Лукашенко там последние два года постоянно говорит, экономика номер один, экономика главная проблема, если будет экономика, будет и страна, и будет независимость, согласен, только для того, чтобы это была экономика, нужна, чтобы была бы экономика не номенкатурно-силовых кланов, а экономика четырех-пяти миллионов собственников. На ваш взгляд, что ожидала бы Беларусь в составе Евросоюза? Евросоюз в ближайшие 25-30 лет будет проходить очень серьезные трансформации, мы не знаем, будет, какой он форме будет, какой состав будет, какова будет его политика, там борется разная там федерализация против конфедерализации, там против, за режим, собственно, возврата к режиму свободы перемещения товаров, услуг, денег и рабочей силы, совершенно разной концепции. Не знаем, что будет после Брекзита, не знаем, как повлияет на Европейский Союз то, что Италия близка к банкротству вместе с рядом других стран, которые имеют совершенно отвратительные финансы. Поэтому Европейский Союз сейчас находит на стадии перезагрузки своей идентичности, но с точки зрения того, что есть институты, которые позволили странам Европейского Союза расти, в этом нет никаких сомнений. Это верховенство права, это демократия, это качественное государственное управление, это свобода предпринимательства, это стабильные деньги, это низкие налоги. Вот в режиме Европейского Союза можно иметь налоговую нагрузку, как Ирландия. Это для меня любимая европейская страна, потому что вот она в конце 80-х, даже в начале 80-х была там бедным соседом богатой Британии, а сегодня она богаче Британии. И при этом уровень госрасходов в ней будет меньше 30% ВВП, в то время как в Беларуси он приближается к 50%. Притом ирландская экономика интегрирована во всем мире, любимое место для атишников, для денег, для корпораций, для любителей пива, любителей туризма. Вот эта модель как бы ирландского чуда для нас абсолютно приемлемая во всех отношениях. Не надо никаких понтов, потом Великобритания большой сосед, как у нас Россия, надо использовать эти возможности, использовать знание языка, британское право и многие другие аспекты, которые безусловно нужны. Но без импорта институтов, в частности суда, нам не обойтись. Поэтому нужно, как это делал Дубай, как это делал Казахстан, как это делал Сингапур, просто банально пригласить на работу британских судей, или там шведских судей, и вот все хозяйственные споры решать при помощи их решений. Другого способа преодолеть коррупцию и политическую ангажированность судебной власти невозможно представить. Но если мы посмотрим на страны Восточного Блока, которые вступили в Евросоюз, там уровень жизни не стал значительно выше. Что? Почему? Поляки. Смотрите, поляки. Посмотреть на Литву. Смотрите, на Литву 16 700, потому что население. Даже, вы смотрите, когда в Литве ищут фермеров или работников сельского хозяйства, строителей за 1000-1300 евро не могут найти, а в Беларуси на кабальных условиях работают за 200-250-300 долларов, это вот пример того, какой гэп, какая разница образовалась между ними и нами. Возьмем поляков, возьмем болгары и умыни. Если поляки лучше провели институциональные реформы, у них лучшая система контроля за коррупцией, у них централизованное управление местные органы власти гораздо больше могут, чем центральное, и вот поляки уже являются одними из... То есть поляки в 2019 году могут войти в топ-20 стран ПВП мира. То есть они даже больше турков могут произвести. Вот, пожалуйста, вам пример того. А за все, сколько, 15 лет пребывания в Европейском Союзе, Польша на чистой основе, то есть за минусом денег, которые они заплатили в бюджет Европейского Союза, получила 110 миллиардов евро. 110 миллиардов евро денег, которые пришли в Польшу, потому что она является страной Европейского Союза. Вопрос очень важный, как вы деньги эти используете. Либо вы на входе поставите там номенклатурных кланы, которые будут осваивать, дербанить, обогащаться. Это один сюжет. Либо вы делаете прозрачные институты, управляете деньгами, развиваете инфраструктуру, модернизируете энергетику, строите аэропорты, собственно, интегрируете, делаете на пользу людям. Поэтому Польша как раз в этом плане является примером того, где можно учиться очень-очень многому. Хотя я далек от ее идеализации. Хотя в Евросоюзе очень много проблем с Польшей, и они постоянно были. Ну, они проблемы, знаете, такие, ой, знаете, когда в Европейском Союзе я слышу то, что Польша стала чуть ли не диктатурой, авторитарной страной, ну, это просто чушь. Знаете, это как я слышу у многих там либертарианцев в Америке, которые говорят, что в Америке фашистская власть. Ну, знаете, давайте вы все-таки не делать инфляцию этих очень важных терминов. Фашизма, авторитаризма, вот тех людей, которые недовольны Польшей, да, там, потому что я не буду оценивать, там, правительство Качиньска, право и справедливость, как они делают судебную реформу, там, очевидно, много есть проблем, потому что они, там, вошли в конфликт с Европейским Союзом. Но, там, еще больше проблем, связанных с экономической политикой, потому что много регулирования, много распределения, хотя Польша растет со скоростью, там, 5% ВВП, это почти самые высокие темпы роста в Европейском Союзе. Но, опять, вот тем людям, которые хотят понять, что такое авторитаризм, напомнить себе, да, вот, welcome to Belarus, называется, добро пожаловать на выборы в Белоруссии, в Россию, вот, чтобы они, там, Казахстан, Азербайджан, чтобы они убедились, вообще вспомнили исторически и понимали, что в Польше сегодня это не процесс, там, скажем, авторитаризации, там, или, там, скатывания в советское прошлое, это просто у них, там, внутренние, такие, популистские возможности, это, но, тем не менее, политические, демократические процессы. А если говорить про экспорт белорусских, белорусского производства в России, скажем, если Беларусь повернется в сторону Евросоюза, этот экспорт сразу прекратится? Нет, нет, почему? И как вы это видите? Очень просто, знаете, вот, это логика, опять, ЗАО Беларусь, да, вот, если вы одно целое, да, то есть, получается, вы рассматриваете всю экономику, как будто это вот, либо туда, либо туда, опять, экономика, в которой 4-5 миллионов хозяйственных субъектов, собственников, активов, да, это экономика, в которой, которые люди сами решают, с кем и где и как их торговать. И главное, государство договаривается о правилах игры, о открытых рынках. У нас вот есть рынок открытый с Россией, и что? Что мы делаем? Опять, вместо того, чтобы делать, развивать производство, полноценно наполнять рынок белорусскими товарами, есть отдельные российские структуры в партнерстве с белорусскими компаниями, которые просто туда засылают санкционку, там, товары, которые на самом деле товарами, третьей стороны, являются они товарами белорусского происхождения. Это просто обман. Да, Россия такой партнер, но рынок там хороший и будет развиваться, поэтому очень важно там быть. Равно как, когда говорят, там, на европейском рынке нас никто не ждет. Но если там есть белорусские производители молочной продукции, легкой промышленности, там, трактора наши, и все, что угодно, там, все, что угодно, да, тогда просто нужно снимать барьеры в результате переговора с Европейским Союзом. И вот Беларусь является чуть ли не единственной страной, наверное, нашего региона, или Европы, которая до сих пор не получила статус страны с рыночной экономикой. Поскольку мы не страна с рыночной экономикой, значит, любая страна Европейского Союза может ввозить тарифные, не тарифные ограничения белорусские товары, что является нарушением, что является, как бы, ограничением возможностей белорусских производителей. Поэтому государство занимается своим делом, оно, вот, я бы посоветовал вообще вести себя так, как ведет себя Чили и Новая Зеландия, автоматически убрав вообще все таможенные пошлины, открыв свои рынки, вот, и одновременно просто принять, конечно, вступить в ВТО, развивать, сделать инвестиционные производственные условия лучше, то есть с точки зрения издержек, да, чем в соседних странах. Россия является сейчас страной с высокими рисками, но пусть страны Европейского Союза, там, Америки, Азии, если они увидят, что Беларусь страна, где есть институты, понятные для них стандарты, которые, по которым они работают, они будут здесь производить товары и продавать в Россию, как белорусские товары. Вот идеальная модель. А все, что делается сегодня, там, китайские, там, парки, еще какие-нибудь, там, рошанские парки, это все делается с весьма сомнительной бизнес-моделью. Поэтому к нам пока не рвутся инвестиции, а только идут те люди, которые осваивают внешние кредиты под госгарантии. Насколько вам видится в вероятном сценарии поглощения Беларуси, России? Теоретически это есть, но я практически, скорее, этого не будет, потому что, во-первых, надо понимать выгоды российских полисемейкеров Кремля от такого сценария. Вот что, ну, Путин танками нет, военная составляющая здесь едва ли проявится. Вот как они, знаете, как люди справятся с феноменом, который социологи подтверждают? Только 2% белорусов хотят стать частью России. Вот, это, да, работать, союзничать, там, торговать, обмениваться, ездить в гости, говорить на русском, это, там, 40-50-60%, сколько угодно, да. Но факт поглощения, знаете, ну, ты можешь сказать, что российская армия сильнее, там, белорусская, вне сомнения. Российских шпионов, там, и агентов влияния в органы госуправления больше, чем, в разы, наверное, чем в Украине было в 2014 году. Ну, Украина тоже научила на своем горьком, там, травабом опыте, что поглощение рано, а дальше что? Если ставить только цель, там, продление сроков полномочия Путина, ну, то это очень дорогая цена для решения такой локальной задачи. Если ставить вопрос, например, занять некие нефтеперерабатывающие заводы, то они и так убыточные, ну, зачем? Просто можно договориться по цене. Проблема сейчас в том, что 3-5 лет российские паркомпании начнут настолько сильно доминировать на российском внутреннем рынке, что нам со своими товарами и услугами крайне проблематично будет пробиться туда. И тогда будет сюжет, который могут использовать вот эти люди, которые, знаете, вот у нас, как ни парадоксально, может вырасти влияние национал-социалистов, которые будут за госсобственность, будут за госкорпорации, будут за государственный план одновременно, они будут это делать под белорусская мова, белый-червоный-белый шестях и все то, что связано там с сохранением идентичности. Вот тогда это будет такой сюжет, знаете, будет колхоз, но с национальными символами, с национальными символами. Это будет дискредитация национальных символов, исторических наших ценностей, потому что исторически Беларусь была страной, в которой была активно интегрирована в европейские страны, европейский континент, но чиновники и те узкая группа номенкатурных силовых начальников, которые радуются этому залу в Беларуси, этому маленькому колхозному прутку, они наплевают на стратегию развития. Поэтому, на мой взгляд, Беларусь сегодня непонятна даже тем российским руководителям, которые занимаются ею, потому что они вот задают мне вопрос, я встречался с тем же Бабичем и с российскими коллегами, встречаюсь, они говорят, как так, вы же не понимаете, что работаете непоправильно. Я говорю, вы 25 лет поддерживали вот это, вот и получили, знаете, как в этом анекдоте, когда там нищий возле банка сидит, постоянно получал милостыню, там 100 долларов, 100 долларов, случился кризис, там, доллара. Почему? А кризис? А почему за мой счет? То же самое здесь. Продолжение следует...